Библейский портал экзегет.ру представляет 24 глава книги пророка Иезекииля. Я читаю ее в своем переводе с небольшими комментариями для библейского портала экзегет. Ну вот, мы добираемся, наконец, до центрального события, описанного в книге Иезекииля. И это, конечно, гибель Иерусалима. Вавилонские войска его разрушили в начале VI века до н.э. И вместе с ним разрушили храм. Это, конечно, главная национальная катастрофа. Но разрушили не сразу. Сначала была долгая осада, и об этом рассказывает 24 глава. Как и 23, она содержит в себе некоторую притчу. Но 23, она была про секс, вот как ни странно, а 24 про другую сильную человеческую мотивацию, про еду. Почему пророк Иезекииль прибегает к таким, казалось бы, низменным вещам, чтобы сообщить некую важную вещь от Бога? Ну, наверное, чтобы дошло. Чтобы вот было настолько же понятно, как нам понятно, и влечение сексуальное, и голод. Да, и вот мы, наверное, очень хорошо с этим все знакомы, и с этим чувством мы можем сравнить то, что происходит в нашей жизни, и тогда уже точно его не забудем. Было мне слово Господню в 10-й день 10-го месяца 9-го года. Ну, имеется в виду от момента переселения как раз вот этой партии еще до разрушения Иерусалима, уведенной в Вавилонию. Сын Человеческий отметит этот день в записях, этот самый день. Вавилонский царь начал осаду Иерусалима именно в этот день. Понятно, что тогда средств массовой коммуникации, телеграф, телефона не было, значит, новости приходили не скоро, но вот Иезекииль получает это известие пророческим путем, да, неестественным. Говори с этим мятежным племенем образно и передай, что говорит Владыка Господь. Поставь котел, поставь и налей в него воды, сложи в него куски мяса, да куски получше, голени и лопатки, лучшими косточками наполни, причем возьми лучших овец из стада, разожги под ним дрова и вари, пока не разварятся даже кости. Да, вот такое замечательное блюдо, но у нас это обычно делают, даже не у нас, а скорее на Кавказе, да, из каких-то костей сухожилий, хаш, очень хорошо и вкусно для многих, по крайней мере. А тут еще и лучшее мясо, то есть какое-то изысканное угощение. То Иезекииль у нас, помните, сидел бедняк и ел какие-то крохотные лепешечки из разных видов зерна и воду пил небольшими кусочками, а тут у него прямо пир горой. Наверняка все заметили. И пришли посмотреть, может, угощение будет. И вот что говорит Ладыка Господь. Горе кровавому городу, котлу, в котором ржавчина, и ржавчина с него не сходит. Кусок за куском выбрасывайте из него мясо, не разбирая. Пролитая в нем кровь останется в нем, ведь она была пролита на голый камень, и на землю, где бы она впиталась. От камня действительно кровь отскрести практически невозможно. Чтобы загорелась мстительная ярость, я заставил кровь пролиться на голый камень, а не впитаться. Такое, может быть, архаичное представление о том, что кровь пролитая вопиет от земли, как еще об убийстве было сказано Авеля. Кровь брата твоего вопиет от земли. То есть вот кровь, которая пролита, которая оставила свой след на камне, она никуда не делась, она напоминает каждый раз о себе. И оказывается, что образ котла — это образ осады. И дальше объяснение. «Потому так, — говорит Владыка Господь, — горе кровавому городу, я разложу большой костер, побольше дров, раздувай огонь, выври мясо, смешай приправы. Ой, как хорошо, вкусно, наверное. И пусть сгорят кости». То есть варить даже не до тех пор, пока кости разварятся, а до тех пор, пока все не сгорит, включая кости. И помните у Зекииля где-то это было? «Пусть они не говорят, он котел, а мы жиркое». Жители Иерусалима думают, что Господь — это такой котел, который защищает их от огня. Вот их положили в котел как ингредиенты для блюда, и они там варятся, но Господь им не даст сгореть. Наоборот, это вкусная какая-то будет похлебка. А тут, получается, сгорает все в этом костре, и Господь вовсе не защищает от огня. «А котел поставь пустым на угли, пусть нагреется, пусть прокалится бронза, пусть расплавится его грязь, пусть ржавчина сгинет. Насколько и не старайся, все напрасно, проржавел он насквозь, огнем не очистишь». Ну, не знаю, насколько можно ржавчину извести огнем, не уверен, не металлург. Но во всяком случае, что вот этот огонь — это средство попытаться очистить Иерусалим. «Насколько и не старайся, все напрасно, проржавел он насквозь, огнем не очистишь. До чего же гнусна твоя грязь, до чиста тебя никак не очищу, не бывать себе чистым, пока не дам я волю моему гневу на тебя Я, Господь, говорю это, так и будет, так я и поступлю, не отменю, не пожалею, не помилую Будут тебя судить по тому, как ты поступал и что ты делал, пророчество владыки Господа То есть оказывается, что вот это угощение, на которое все собрались посмотреть, понюхать, а может быть и покушать Образ, наоборот, гибели и разрушения Но зачем же такой странный образ? Смотрите, и котел, и похлебка это что-то ценное Это не грязь сама по себе, которую выбрасывают, попирают ногами Это то, что должно быть чистым, а еда вкусной, но испортилась И ровно поэтому нужно очистить котел И если котел ржавый, грязный, значит и еда в нем будет какая-то не такая неправильная с привкусом И ее надо выбрасывать из этого котла И вот, собственно, объяснение того, что происходит с Иерусалимом Если это грязь, если это ржавчина, то это должно быть очищено Ну а на практике разрушение, изгнание Было мне слово Господне, сын человеческий, мор унесет от раду твоих очей Но ты не скорби, не плачь, не лей слез Мы не очень понимаем, о ком идет речь О его возлюбленной жене, о его, может быть, ребенке, о ком-то еще Но вот от мора, от эпидемии умрет какой-то дорогой ему человек Но ты не скорби, не плачь, не лей слез Тихо вздыхай, но не совершай надгробного плача Оставайся в повязанном тюрбане, с обутыми ногами Не прикрывай рта и не устраивай поминального пира Человек в трауре в те времена снимал с себя обычную одежду Оборачивался мешковиной какой-то, чтобы совсем голым не ходить И вот тем самым показывал, что он не как все люди Он унижен, он несчастен А ты сиди как есть и не устраивай поминального пира Утром я еще разговаривал с народом, а вечером умерла моя жена Вот мы узнаем, кто это, от рады его очи И на следующее утро я поступил, как было мне велено Народ меня спросил, что означает для нас такое поведение Ну еще бы необычно И я ответил, было мне такое слово Господне Передай Дому Израилеву, что говорит Владыка Господь А дальше смотрите Оказывается, что смерть его жены – это некоторый образ Слушайте, это очень жестоко Убить жену пророка просто для того, чтобы передать некую весть народу? Нет, я понимаю, это эффективно Я понимаю, что когда просто так Иезекирь ходит и разговаривает, никто его не слушает А вот у него жена умерла, к нему прислушиваются Тем более, если он ведет себя нестандартно Все должны услышать, но зачем Бог так себя ведет? Как он может убить жену пророка просто, чтобы придать весомости проповеди пророка? Вот мы на самом деле не знаем, почему умирают люди Хорошие рано Плохие, с нашей точки зрения, наоборот, задерживаются на этой земле Некоторые в муках, хотя ничего особенного не сделали Некоторые, наоборот, очень легко, хотя хочется, чтобы они помучались, заплатили за все свои приключения Нам хочется Вот смотрите Здесь не сказано, она умрет для того, чтобы Здесь не сказано, она умрет за то, что Здесь просто сказано, вот умрет Даже не сказано, кто от рады твоих очей какой-то дорогой близкий человек А ты веди себя необычно Может быть, эта смерть вообще никак не связана с этим пророчеством И только Вот уже в пространстве жизни этого пророка Она обретает другой смысл Она становится знаком Не потому, что она специально для этого произошла А потому, что для пророка вообще все, что с ним происходит В конечном счете, способ пророчествовать И вот, смотрите, они ждут решения судьбы Иерусалима Он осажден, они, может быть, об этом уже знают По крайней мере, они знают, что такая опасность есть И вдруг у пророка умирает жена, а он не плачет Я еще раз скажу, она не умерла для того, чтобы им что-то сказать Но он так себя ведет для того, чтобы показать им Оказывается, есть и какое-то нарушение стандартов Оказывается, скорбь, она может быть очень разной И даже в этой страшной ситуации Иезекииль находит возможность для этой проповеди Я ответил «Было мне такое слово Господне Передай Дому Израилеву, что говорит Владыка Господь Я собираюсь осквернить мое святилище Надежду вашу и опору Отраду ваших очей и осладу ваших душ Оставленные вами сыновья и дочери падут от меча Но вы поступите, как и пророк Не прикрывайте рта, не устраивайте поминального пира Пусть турбаны остаются у вас на голове и обувь у вас на ногах Не скорбите и не плачьте, но сокрушайтесь о своих пороках И вздыхайте брат пред братом Иезекииль будет для вас примером Как он поступает, так и вы поступаете, когда это произойдет И будете знать, что я Владыка Господь Смотрите, Иерусалим, ваша любовь, ваши отрады, ваш родной город Он падет и вам, естественно, устроит большой траур, плач Плач у нас есть Иеремия, целая книга в Библии, посвященная Ровно этому он оплакивает горько и очень поэтично Очень глубоко и нежно погибший Иерусалим А вы не плачьте, он говорит То есть, когда мы плачем о погибшем, умершем человеке, дорогом человеке Нам очень горько, что его с нами больше нет И в общем-то мы ничего другого не испытываем Ни о чем другом не говорим Он говорит, задумайтесь Сокрушайтесь о своих пороках, вздыхайте брат пред братом И Иерусалим восстановится Он этого здесь не говорит, но об этом скажет еще в этой книге А вот ваше состояние восстановится ли? Физическая смерть или разрушение родного города Это ужас, это трагедия, но не самое страшное Пороки и грехи гораздо хуже Иезекииль будет для вас примером Как он поступает, так и вы поступаете Когда это произойдет, и будете знать, что я владыка Господь А что для тебя, сын человеческий? В тот день, когда я заберу в них опору, радость и величие Отрадую их очей и утеху их душ, сыновей и дочерей И к тебе придет спасшийся вестник, чтобы рассказать об этом Ну то есть кто-то, кто избежит смерти при осаде Иерусалима И придет об этом поведать В тот самый день Откроешь уста вместе с вестником Заговоришь и больше не будешь безмолвен Станешь для них примером И будут они знать, что я Господь Вот судьба пророка Даже смерть жены Это повод пророчествовать Это средство донести какую-то весть для своих соплеменников Вот я бы, наверное, будь я пророком Я бы сказал, Господи, хватит уже Я так не могу больше Дай мне просто пожить человеческой жизнью Наверное, потому я и не пророк Что я такое скажу Языкиль не говорил